Здравствуйте! На национальном телевидении Чувашии круглый стол. Меня зовут Татьяна Молокова и сегодня мы будем говорить об указе Путина от 6 августа о продовольственном эмбарго из стран Евросоюза и США. И разобраться в этой теме нам помогут эксперты, которые мы пригласили сегодня за наш круглый стол. Это заместитель министра сельского хозяйства Эдуард Александров, президент торгово-промышленной палаты Игорь Кусарин, представитель завода вурнарского сухого обезжиренного молока Ольга Логиш, начальник отдела Министерства экономического развития промышленности и торговли Имма Иванова и директор предприятия Сувар-2 Александр Неконоров. Здравствуйте! Здравствуйте! 6 августа президент России Владимир Путин подписал ответные санкции против США и стран ЕС о том, что запрещается импорт продовольственной продукции. Спустя почти месяц, как вы считаете, как вы оцениваете этот указ, какое влияние он может оказать на экономику Чувашии, России и Чувашии в частности? Эдуард Валентинович, давайте с вас начнем. Ну, в целом, по этому вопросу у нас тоже состоялось большое совещание, проводил Михаил Васильевич Игнатьев. Участвовали как наши сельхозтоваропроизводители, так и крупные торговые сети, как федеральные, так же и местные. Ну, надо сказать, что тот импорт, который у нас возится по выступлению наших федеральных сетей, он составляет не более 10%. Я считаю, это, наверное, наоборот, тот толчок, где наши сельхозтоваропроизводители должны наращивать свои объемы. Ну, в целом, погоду, значит, у нас в республике по сельхозпродукции мы выполняем в полном объеме. Это только, кроме, значит, мяса КРС, в принципе, республика, те показатели, которые по нормам потребления на душу населения полном объеме у нас выполняются. Игорь Владимирович, Ваше мнение? Не все так просто, как может показаться на первый взгляд. И вот на чем бы я сделал акцент. Да, это шанс для наших товаропроизводителей занять те ниши, которые раньше были заняты импортным товаром. Но, во-первых, все российские товаропроизводители этот шанс попытаются использовать. И мы знаем, насколько активны наши соседи в Марийской республике, Татарстане, Ульяновске и других областях. Это вот один момент. Второй момент. Нам нужно все-таки соответствовать требованиям торговли товаропроизводителям. Это достаточное количество объемов продукции, ритмичность поставок, логистика, упаковка, ну и, понятно, соотношение цена-качество. Вот надо побороть в себе некоторую ментальность, ну, скажем так, что вот наконец-то благоприятные условия, и оно само пойдет. Вот не пойдет само. Надо сами поработать. Значит, и не надо расслабляться. Это время, если выражаться спортивным языком, время именно ускорения, причем на тягуне. Тягун – это длинный подъем, сложный, да, вот самое время ускоряться. Когда всем фортит, все быстро бегут. А вот на подъеме, на тягуне надо ускоряться. Вот так вот, может быть, я начну разговор. Спортивно-сельскохозяйственная тема. Ольга, как производители, вот те, в принципе, кому должен благоприятствовать этот указ, вот как вы ощутили на себе вообще, за месяц есть какие-то изменения? Ну, да, на сегодняшний день мы как раз увеличиваем обороты по кисломолочной продукции, что на данный момент и является основным нашим ассортиментом и упором. Параллельно, конечно, ведется реализация, и она увеличивается сухого молока и масла сливочного. Поэтому для нас это положительно. Има Серафимовна, предприятия уже начали принимать этот низкий старт для того, чтобы дальше двигаться? Мы уже несколько раз собирались с представителями наших федеральных и региональных сетей торговых, обсуждали эту тему. И вот у нас были опасения такие, что тот результат работы, который мы проводили уже в течение нескольких лет по увеличению доли продажи местных товаропроизводителей, может повлиять то, что будет увеличен спрос именно на товары местного производства с других регионов, с федеральных крупных столиц, Санкт-Петербурга, Москвы. Уже есть некоторые факты о том, что обращаются в адрес наших производителей для того, чтобы осуществлять поставки по более высоким ценам в другие регионы. Поэтому мы задачу поставили перед нашими сетями о том, чтобы они предопределили, то есть заранее заключили контракты с нашими производителями, увеличили объем поставок в свои сети и обеспечили запас, тот запас продукции, чтобы он постоянно находился у них в продаже. То есть уже на будущее. Ну и, конечно, одновременно с Министерством сельского хозяйства отрабатываем вопрос заключения контрактов с нашими местными сельхозтоваропроизводителями. Сейчас мы их конкретно с каждым занимаемся этим вопросом, выясняем, какие объемы поставки они могут осуществлять в торговой сети, по каким ценам. Ну и, надеюсь, прямо буквально в ближайшее время у нас уже сети могут отчитаться, как они отработали этот вопрос, чтобы не оставлять наше население вообще без продукции. Александр Николаевич, вы как представитель еще и торговой сети. Как представлены в ваших магазинах продукты еще ваши? Здравствуйте еще раз. Я бы хотел начать с глобального. То есть страна наша большая, президент Владимир Владимирович Путин уже много лет руководит этой страной. И те решения, которые были приняты на правительственном уровне по отношению к эмбарго, к европейским странам, я считаю, что это не скороспелое такое решение, а продуманное, просчитанное на годы вперед. Иначе бы этого решения, наверное, не появилось. Опираясь на то, что за последние годы у нас работали в Минсельхозе Российской Федерации программы по развитию животноводства, сельского хозяйства в целом, ну и растеневодства в частности, то есть позволило сделать эти шаги, которые мы называем эмбарго против Запада. Но, по крайней мере, мы не забываем о том, что мы дружим с такими странами, как Индия, Китай, Сирия, ЮАР, Аргентина. Вы знаете, что были поездки нашего главы страны по этим странам, где были заключены договора на поставку энергоносителей, строительство атомных электростанций и предполагалось, что в этих странах тоже есть сельское хозяйство, как, например, в Аргентине или в Бразилии большое количество... И в более чем в странах Европы. Ну да, то есть просто были заключены договора с европейскими странами, и они выполнялись. Сейчас Европа, скажем, нам не поставляет продукцию, которая по договорам прекратилась в связи с этим эмбарго, но есть мир, который производит те же самые продукты. И, например, на прилавках наших магазинов появились продукты стран, которых не присутствовало. Это ЮАР, это Аргентина, это соседи наши Узбекистан и многие другие еще появятся страны, которые заключат договора через торгово-промышленную палату Российской Федерации, я так понимаю, да? В том числе. В том числе, да. И эти отношения будут выстраиваться. Мир не дополярен, что Европы нет, и мы будем не получать те продукты, которые привычны были на наших полках. Какие продукты вы заметили, что не получаете? Вам чего не хватает в вашей продуктовой корзине? В нашей продуктовой корзине замминистра сельского хозяйства Чувашской Республики сказал, что 10% это те продукты, которые получали мы из Европы и которые будут замещаться из других стран. Но торговая сеть СМАК, которую я представляю, она всегда была ориентирована на производителей Чувашских, в первую очередь, и на российских. Более 30% товарооборота сети делается из продуктов Чувашских и российских производителей. Пироги, салаты, готовая продукция курицы, говядины, рыбы, свинины. Например, в 2006 году мы начали строительство свинокомплекса, на это понадобилось 2 года. В 2008 году мы стали производить свинину, 2000 тонн в год. То есть свинины 100% обеспечили свою торговую сеть. Разницу продаем. Замечательно. Вот вы в своей личной продуктовой корзине, в семейной продуктовой корзине, каких продуктов вы сейчас в течение месяца не получаете, не можете попробовать? Вот такие продукты. Лосось. Лосось мы сейчас будем получать с Дальнего Востока. Он был норвежским, но так как запасы оптов компаний, которые заключены были договора, то есть они, возможно, когда-то закончатся. И сейчас ведется большие переговоры с Амурской областью, с Дальним Востоком. А логистики поставок этих продуктов в Центр России и оптовые компании, которые профессионально этим занимаются, у которых мы берем, налаживаем отношения. То есть вы лично на себе не почувствовали? Нет, мне нравится судак, щука, окон. Имя Серафимовна, в вашей семейной продуктовой корзине есть какой-то продукт, вот в течение месяца вы не можете его приобрести, он пропал из торговой сети. Вот что-то такое, вы почувствовали на себе это эмбарго в отрицательном, в негативном, может быть, отношении? Для семьи мы не почувствовали, но единственный опрос и жителей, и звонки, и мониторинг показал, что у нас действительно произошло некоторое смещение ассортимента. Вот федеральные сети и местные сети говорят, что вот эта вот импортная продукция, она составляла в пределах где-то от 4 до 5 процентов. Вот если мы говорим о 10 процентов, оно, возможно, по другим каналам для производителей, да, завозится. А вот через сети где-то реализуется в пределах 4-5 процентов такой продукции. И в основном эта продукция, значит, ассортимент, это ягодная продукция, ну, топ-уровня, то есть по высоким ценам, деликатесы рыбные, морепродукты, да, плодовые продукции, типа манго, фейхуа там и так далее, да, вот эта продукция действительно с прилавков она исчезла. Ну, сократился, конечно, незначительный ассортимент рыбной продукции пока, но мы думаем, что это временно до того, как начнутся поставки из Дальнего Востока. Сейчас Министерство промышленности и торговли совместно с агентством по рыболовству, они занимаются по этому вопросу очень усиленно, активно. Сейчас все регионы выслали в их адрес информацию о том, сколько у нас магазинов осуществляет торговлю рыбой, рыбопродуктами. Ну, видимо, будут анализировать и, возможно, как бы воздействовать на поставку, на логистику именно этой продукции. Потому что рыба очень важна, вот буквально на днях одна из женщин очень сильно возмущалась, почему на рынках подорожала цена на рыбу. Да, это, конечно, возможно. Вот если у нас в сети осуществляются поставки по предварительным договорам, действительно уже по фиксированным ценам определенной партии товаров, и цены, они сохраняются. А вот на рынке действительно там поставки осуществляют индивидуальные предприниматели, небольшими партиями завозят Санкт-Петербурга. Поэтому возможно некоторое повышение цен именно на рынках. В настоящее время есть такие факты, что именно в магазинах цена дешевле, чем даже на рынках. Это возможно. Но я не думаю, что исчезновение именно в топ-группе товаров, каких-то наименований товаров, повлияет именно на потребительскую корзину. Это нет, не будет. Но скорее всего в ближайшее время уже будет возмещение за счет других стран. Не продавим. Да, да, если кто-то любит там потреблять манг, пожалуйста, оно будет поставляться в других теперь странах. Почувствовали на себе отсутствие какого-либо продукта? Нет. Нет такого. Я бы к тому, что вот сказал имя Серафимовна, добавил еще сыры, наверное. Сыры. Сыры – это серьезно, потому что наши российские сыры, к сожалению, пока не дотягивают до того уровня качества, до тех традиций, которые в сыроварении используются в Европе. Поэтому по сырам это начало ощущаться на полках магазинов, еще раз повторяю. Правильно вот сказал коллега, что запасы многих продуктов еще достаточно серьезные на складах, да, оптовых складах. И поэтому мы на себе это и не почувствовали. Но видим на полках магазинов, таких сетях, как «Метро» и так далее, которые как раз ориентированы были на продукцию импортную, там на полках пробелы заметны. Эдуард Валентинович, наверное, это мячик на вашу сторону стола по поводу того, что производство, наверное, надо налаживать. В таких вот продуктах. Ну, в целом, по республике, да, у нас на сегодняшний день занимается производством сыра частного предпринимателя, так и мариан на территории Комсомольского района. Ну, конечно, объема, скажем, мушанин не совсем достаточны. Действительно, в этом направлении как бы работу надо вести. Но надо сказать, что вообще вот после введения этого эмбарго, сейчас вот приоритет делается, как в Министерстве сельскохозяйства Российской Федерации, все-таки вот на мясное, молочное скотоводство. Ну, и кроме этого, значит, и тепличное хозяйство. Ну, и плюс логистические центры, которые сегодня после производства те же самые, как Министерство именно говорил, ягод и овощей, они должны храниться в хороших, скажем, современных овощехранилищах с микроклиматом и, соответственно, доставляются в те же самые торговые сети. Я, прошу, почти нибудь чуть добавил. Все-таки вот тому, что я сказал, акцент правильно был на деликатесах. Вот здесь, вот эта вот, так сказать, ниша деликатесов, она ощущаться начала уже. А по, так сказать, если говорить о, скажем так, среднестатистическом потреблении, здесь меньшее влияние. Ну, наверное, еще влияние могут, значит, почувствовать, наверное, точки общественного питания. Это рестораны и, возможно, кафе, те, которые специализируются на каких-то блюдах, где требуются вот именно какие-то изюминки вот эти деликатесные. Ну, и вот как раз опять шанс для того, чтобы и эти ниши попытаться занять и импортозамещением, и импортом из других стран. Ну, вот у нас еще есть опасения, что, может, кто-то хочет воспользоваться этой ситуацией, просто повысить цены на свою продукцию и получить дополнительный доход. Вот как раз перед нами сейчас поставлена задача выявлять именно таких поставщиков, производителей, которые необоснованно поднимут цену и будут информировать нашу сеть о повышении цен. Мы уже с сетями договорились о том, что они нас будут при первом же поступлении сигнала, чтобы информировали нас, а мы, в свою очередь, и антимонопольную службу будем информировать. Правительство России поставило перед всеми органами и ведомствами, чтобы именно следили за тем, чтобы было необоснованное повышение цен. Ну, вот некоторые же предприятия, те же самые предприниматели, да, могут заявить о том, что мы не будем поставлять в эти сети, в сети этого региона, потому что здесь цены низкие, нам предложили цену гораздо выше, там, в столице. Вот как в таком случае поступать? Договариваться? Ну, во-первых, я начну отвечать пока, может быть, да. Во-первых, всегда в столице было дороже, чем у нас. И этот соблазн всегда был, но не очень нас ждут. Конкуренция очень высокая. Поэтому, чтобы в столицу поставлять, возвращаясь к началу разговора, объемы, ритмичность, упаковка, соотношение цена-качество. Это очень непросто поставлять в другие регионы, в крупные города. Это большая, так сказать, нагрузка, требующая серьезной модернизации любого производства. Ольга, у вас вот, вы производите, вы наращиваете сейчас производство, да, в связи с тем, что... Да, как раз в планах у нас здесь новые линии, установленные в прошлом году по производству кисломолочной продукции. У нас в планах как раз стоит развитие покрытия Чуваши, доведение доли до 25% на рынке представленности кисломолочной продукции. И, соответственно, после этого выход уже на Москву, регионы, Нижний Новгород, Казань и все остальные. А у вас нет таких предложений? Мы вот там из какого-нибудь соседнего региона, мы вам звоним и говорим, мы вот у вас покупаем партию. Вот вы нам... у нас пропала там в Москве ваша подобная продукция, аналогичная продукция. Мы у вас покупаем целую партию, платим вам в 10 раз больше, чем вот вас покупают в республике. Пока, на данный момент, это происходит только по сухому молоку и маслу. Ну, я как бы объясняла, да, то есть здесь немножко идут колебания в цене, то есть люди как-то еще, может быть, и производители до конца не понимают, будет подниматься цена или не будет. Будет это сезонное повышение или это связанное с эмбарго, да. Поэтому, ну, как бы по кисломолочной продукции предложение не поступало, но если будет, мы в любом случае будем разговаривать, обсуждать. А скажите, вы же к Чувашии без своей продукции? Нет, конечно. Я бы хотела сказать, что, наверное, каждая организация производителя, она дорожит своими партнерами, клиентами, которые уже много лет сотрудничают. Правильно? Когда уже налажены поставки, во-первых. И, во-вторых, конечно, они должны быть патриотами своей республики. В первую очередь, обеспечить население, то население, где живет его семья, его родные и так далее. Чем ваше масло от валио отличается? У нас тут проблемы с валио, по-моему, видимо, с Финляндией. Ну, во-первых, наше масло делается на цельном молоке, то есть это без каких-либо добавок искусственных. Плюс у валио лакто... Так... Безлактозное. Безлактозное, да, производство, по-моему. Как раз вот масло у них входит именно в эту категорию. Сейчас на данный момент введен запрет, да, как раз на поставку этой продукции. Но так как Медведев немного откорректировал, то, возможно, будут какие-то изменения потом. Но, опять же, пройдет, наверное, месяц или два, прежде чем переделывать сертификат. Я так понимаю, это все как-то приведут в соответствии с этим указанием. Поэтому на данный момент я думаю, что мы своей продукцией попробуем заполнить все сети... Да, все сети Чуваши. Да, ну и получается натуральный продукт, если у вас нет вот этого технологии безлактозной, да? Нет, 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 у нас натуральный продукт. Александр Николаевич, вы, как в том числе производитель мяса и молока, вам поступают такие предложения? Что вы будете делать? Если вам скажут, мы у вас скупаем партию мяса, забираем гораздо дороже, чем на рынках Чуваши, в магазинах Чуваши, отдайте нам ваше мясо, вы получите прибыль, мы получим мясо. Потребители Чуваши без продукции. Пожелания главы республики, которые были в адрес сельхозпроизводителей, от поля до прилавка без посредников, они нами полностью как бы выполняются по той причине, что у нас учредители и руководители, скажем, все держат и торговые сети, и сельхозпроизводители в одних руках. И поэтому Минэкономики подтвердит, что по 2013 году самое дешевое мясо свининое было в нашей торговой сети. Я правильно говорю? Ну так вы патриот или ищете? Я продолжу. Я патриот, естественно, почему? По молоку. Значит, мы с Санкт-Петстанцией решили вопрос такого плана. Мы продаем молоко фильтрованное, охлажденное, сырое в своих магазинах. В первую очередь для потребления наших покупателей. Разницу у нас забирает компания Юнимелк. Мы продаем также свой мед, ну и овощи, которые я говорил, выращиваем. Значит, наша конкурентная способность перед федеральными сетями, то, что мы продаем чувашское, и из этого продукта производим готовые продукты. Которые можно увидеть на полках магазинов. Сначала себе, в свои магазины, а потом уже разницу, то, что больше произвели, скажем, необходимого, продаем тем организациям, которые являются потребителями данного продукта. Российские эксперты говорят о том, что эмбарго введено на год, а полностью импортозамещение займет где-то года 3-4. Через год что будем делать, когда эмбарго вдруг отменят, и тут вот начнется непонятно что. Да, импортозамещение еще вот не до конца заработало, но все-таки тут уже какие-то наметки есть. Что делать будем, Эдуард Владимирович? Ну, здесь, наверное, надо отметить, что все-таки тот период, как уже было отмечено, мы все-таки должны наращивать производство. Вот для этого, конечно, сегодня у нас определенная работа, они проводятся с городской администрацией. Вот вы недавно собирали, значит, торговые сети, торговые наши магазины республиканские, как и федеральные, частников и наших производителей сельхозпродукции. Вот они напрямую, значит, обменивали свои контактами, также напрямую поставку своей продукции, которую они возделывают. Ну, здесь, кроме этого, это, наверное, не касается вопроса, надо отметить, что действительно сегодня делается к Министерству сельхозпродукции и совместно с Министерством экономического развития, с городами, с муниципалитетами, именно товары, сельхозпродукции без посредников, скажем, напрямую, чтобы они торговали, скажем, в торговых точках. Для этого у нас с 23 августа организована ярмарка выходного дня, который у нас проводится во всех городах республики. Наши сельхозпродукции, так и лично пособные хозяйства со своей продукцией выезжают именно для организации продукции для горожан. Ну, соответственно, здесь, конечно, они цены низкие, потому что нет той, скажем, торговой наценки или посрединских услуг. И считаем, что это отличная, скажем, акция и программа. Мы ежегодно его проводили, начиная с 15 сентября и в прошлом году. Но в этом году было письмо Минпромторгу России, рекомендовали все-таки эти акции ярмаркой проводить с 20 августа. Ну, кроме этого, у нас и сельхозпродукции также выезжают в другие регионы. Сейчас будет организовываться, значит, выезд в город Москву. Это тоже 15 сентября. Там тоже были изнашены сельхозпродукции. Да, там мэры городу, значит, предоставляют торговые точки. И наши сельхозпродукции также могут реализовать свою продукцию. Производство какое-то наращивать мы, в общем, вернее, не наращивать, а открывать новое производство. Вот я знаю, что у нас проблемы с производством мяса говядины, да. Но мясо птицы вроде более-менее сейчас выходим на, или уже вышли на тот уровень, чтобы обеспечить уже чувашу своим мясом. Вначале я уже отметил, в принципе, у нас вот и по свинине, и по мясу птицы мы обеспечиваем. У нас чуть остывание, это по мясу КРС. Ну, если взять по молочным направлениям, действительно, у нас реконструируются новые переработающие предприятия. Вот в Урнавский завод СОМ, они поставили новую линию, там по производству сутки 200 тонн, да. А, то есть еще мы и с сыром. Сутки молока. Да, кроме этого, Ядрин молоко, мы знаем, что в прошлом году открылся новый завод по переработке 350 тонн молока в сутки молочного направления. Я здесь тоже думаю, что у нас переработка, она налажена. То, что касается по переработке мясной продукции, ну, здесь, наверное, основные два мясокомбината. У нас Урнавский мясокомбинат и Ядринский мясокомбинат. Ну, есть, конечно, у нас и площадки, как Чебоксавский, Шумерлинский, которые мы, как бы, приглашаем инвесторов для запуска вот данных мясокомбинатов. Война эмбарго, так сказать, вот война встречных санкций, это нехорошо и для в целом, для мира, и для России, и для Чувашии в частности. Вот. Но год пройдет быстро, очень быстро. И вот если предприятия успеют, некоторые, переориентироваться на изменившиеся условия, то произойдет то, что вернутся наши партнеры из Европы, и некоторые ниши, дай бог, будут заняты. То есть мы, как бы, за этот год должны занять максимально, значит, те ниши, которые до этого были заняты другими. Вот. Вот. Если и это произойдет, это опять плюс. И еще, дай бог, чтобы те, которые не успеют, допустим, как вы сказали, три года на модернизацию и так далее, они все равно начнут этот процесс, их подтолкнет к этому, так сказать, сам рынок. Это опять плюс. Это все равно инвестиции внутренние, это какие-то дополнительные рабочие места, это толчок сельскому хозяйству с точки зрения производства. Вот именно не переработки, а производства сырья, мяса, молока, там, и так далее. Вот. И если это произойдет, это вот то, что и должно быть. А вы сейчас ощущаете, что вот производители, сельхозпроизводители каким-то образом начали движение? Я понимаю, конечно, месяц прошел, ты в глобальном плане не такой большой... Ментальность – это длительный процесс, эхо очень, так сказать, долгое. Вот мне очень хочется, чтобы сейчас быстро поменялась ментальность некоторых наших сельхозтоваропроизводителей и переработчиков. Это, в общем, инерционная немножко такая, так сказать, технология изменения ментальности. Вот промышленники, которые в этой борьбе, так сказать, выживали, да, они как-то более оперативно, так сказать, реагируют. У них сам процесс, может быть, изменения некоторых новинок, технологий, так сказать, да, как-то подстегивает их. Конструкторские бюро есть. Вот сельскохозяйственное, так сказать, направление, хотелось бы тоже, чтобы резко, вот, я могу, может быть, некоторые вещи спорные говорить, да, но мне так кажется, как вот потребитель, я много общаюсь с сельхозпроизводителями и переработчиками. Вот, вот, надо бы немножко сделать, если буржуйскими словами говорить, киков, дословный перевод, это пинок под зад, а нормальный менеджерский перевод, это толчок для развития. Ну, сейчас, да, я хотела бы добавить, и одним из главных условий для этого должно быть увеличение спроса нашего населения именно на местную продукцию. И вот в этом вопросе мы хотели подтолкнуть наших товаропроизводителей совместно, вот, из Торговой промышленной палаты, Министерством сельскохозяйства решили организовать акцию до конца года, направленную на увеличение доли товаров местного производства. Вы предвосхитили мой вопрос. Да, вот, Игорь Владимирович, у нас оператор этого мероприятия, мы его определили, я, наверное, вам подробнее. Выбираем место и покупаем. Да, да, совершенно верно, мы его так назвали. Ну, это идея выношилась. Это еще рабочая название. Это не первый раз, не новая такая, не оригинальная акция. Она давно у нас в Чувашии вынашивалась с разного рода успехом. Вот как сейчас она будет реализовываться, Игорь Владимирович? Вы знаете, ну, рабочих названий несколько, я бы как бы мысль сформулировал. Все-таки, наверное, вот, покупай продукцию чувашских производителей. Вот, лаконично и емко, да? Продукция чувашских производителей. Потому что покупай местные, там, выбирай местные, покупай родное. Могут разные каламбуры возникнуть, так сказать, и так далее. Здесь надо еще подумать. Но вот покупай продукцию чувашских производителей, вот это вот такое интегрирование. Несколько лет назад была, выбирай чувашское. Было. Инициатором было одно предприятие, насколько я знаю, да? Кондитерская фабрика. Были такие попытки. Вы знаете, ну, вот сейчас, сейчас не то, чтобы не пошло. Значит, может быть, условия еще не созрели для этого. Разные условия. В том числе и предрасположенность, так сказать, к атаке на рынок. Там, не знаю, ментальность, там, внешнеэкономические, так сказать, условия. Там, много чего. Так вот, вы знаете, я, может быть, скажу жестковато, вот на наш взгляд, делать чести, вот акцент, делать чести каждого производителя сельхозпродукции Чувашской республики участвовать в этой акции. Каждого. Еще раз повторяю, делать чести. Есть некоторые предприятия, которые говорят, а нам этого не надо, у нас и так берут, и так далее. Вы знаете, здесь нужно всем миром именно вступить в этот проект с точки зрения его длительной, скажем, 3-4 месяца, вот давления просто на рынок. И здесь мы видим комплексные мероприятия. Вот, кстати, еще Мининформполитики здесь, вот очень важный участник. Работаем генетически. Участник, да. Вот Минсельхоз, Минэк, значит, Мининформполитики, производители, понятно, торговая, промышленная палата, если оператором, как говорится, выбраны, это мы, ответственность много и на нас. Так вот, это телевизионные, так сказать, влияния на аудиторию, это передачи, контрольная закупка, качество там, да, где мы бы включили экспертные сообщества и исследования лабораторные сравнительно, чем наши продукты лучше или, наоборот, уступают каким-то образцам, чтобы толкнуть их, подтолкнуть их развитие. Второе направление – это активные рекламные кампании. Это и на счетах рекламных, и световых, и стационарных в городе Чебоксары, там, в других городах, районах и республики. Это интернет-проект, так сказать, интернет-давление. Это в транспорте сейчас, в автобусах есть экраны, вы знаете, да, потрясающие аудитории, там, десятки тысяч в день, да. Вот это и средство массы информации, и это участие в этом проекте, смотрите, всех товаропроизводителей, которые бы помогали друг другу. Есть молочные направления, есть мясное, есть соки овощей, есть там сырые овощи и так далее. И можно чередовать те или иные рекламные, так сказать, сюжеты и рекламные ролики, вот, ну, как бы, убеждая жителей республики, что у нас есть и это, и это, и это, покупай, помогай бюджету. А будет что продавать, что предлагать продукцию нашу? Конечно, конечно. Сможем обеспечить? Ну, об этом мы уже поговорили. Здесь палка о двух концах, что называется, проблема замкнутого круга, да. У нас есть сеть магазинов органика. В Чебоксарах один магазин. Вы знаете, вот с органикой я, может быть, немножко, ну, скажем так, чуть-чуть размышления проблемные выскажу. Давайте говорить о том, что, что такое биопродукт, чистый биопродукт и органика, это когда контролируется весь процесс от кормовой базы, от выращивания до изготовления кормов, содержание, так сказать, производство и так далее, весь процесс. Мы пока идем к этому. Давайте вот так скажем. Не подошли. А органика предполагалась, как магазины, именно биопродукты или все-таки продуктов, произведенных на нашей земле? Вот скорее это без дополнительных добавок, речь идет не о чистом биопродукте, а в классическом понимании его, в мировом понимании, да. А то, что это выращено у нас, на нашей земле, так сказать, в наших фермах там и переработано нашим предприятием. Скорее вот так вот. Потому что о чистом, вот в стерилизованном виде биопродукт, ну, он дорогой, и мы не соответствуем некоторым требованиям. Я бы хотела добавить просто, что под таким названием мы хотели объединить торговую сеть, в которой была бы представлена продукция местных товаропроизводителей не менее 80%, ну, хотя бы не менее 70%, чтобы она была представлена. В настоящее время такая сеть создана. В республике функционируют 85 предприятий розничной торговли. В основном это в районных центрах республики под эгидой системы Чувашпотребсоюза. Единственное предприятие, которое находится в городе Чебоксар, это магазин органика, оно принадлежит сети Сахарок. К сожалению, Новочебоксарск пытался организовать такое предприятие. Они определили земельный участок, выставили на конкурс, но, к сожалению, никто не пожелал участвовать в этом конкурсе и не получилось. Задача в городе Чебоксар также были определены конкретные участки, но, к сожалению, видимо, эти участки не были востребованы участниками этого конкурса. Да, поэтому задача, конечно, остается. Сеть это надо развивать и в столице, и в Новочебоксарске, надо организовать такие предприятия. Но мы ждем инициативы от предприятий розничной торговли, от индивидуальных предпринимателей, участников и так далее, кто бы пожелал заняться этим вопросом. Хватает людей, которые бы на пальце, грубо говоря, пришел, я хочу открыть магазин, дайте мне землю, дайте мне условия, я буду продавать местную продукцию. Вот приблизительно так, да, если грубо? Ну, он обязан должен участвовать в конкурсе, соответственно. То есть предпринимательские какие-то? У нас вот есть в прошлом году, значит, скажем, магазины шаговой доступности. Вот у нас, значит, крестьянское фермерское хозяйство Илларионова изъявили желание в городе поставить молокоматы. Это был тоже первый шаг. Эксперимент. Да, эксперимент. Они действительно сегодня работают, и они вот производят свое молоко, и сырое молоко они реализовывают через эти молокоматы. Для этого, во-первых, она и по цене чуть уступает, скажем, ниже. Ниже по цене. Ну, и также горожане напрямую могут подойти и получить уже сырое молоко. Я бы хотела добавить, проблему в чем? Чтобы открыть какой-то отдельный магазин. Понимаете, чтобы обеспечить 80% товаров местного производства, это будет очень сложно, потому что требования к объемам поставки, доставки, цены, это все будет упираться на маленькую мизерную партию товара, правильно? И выживать этому предприятию, магазину, органику, будет очень сложно. Поэтому это должна быть сеть. Вот Чувашка Требсоюз, она и успешно развивает, потому что это крупная сеть. Они, если где-то есть рентабельные направления, где-то нерентабельные, как раз компенсируют свои некоторые возможные, так сказать, издержки, убытки путем реализации других продуктов. А здесь все сконцентрировано только на ограниченном перечне продуктов, и риски коммерческой неэффективности очень велики. Смотрите, вот у нас в Чувашии мы производим практически все. Есть рыба только речная, морская, красная. Озерная рыба, но имеется в виду не морская, не океанская рыба. И обеспечить поставки, допустим, в отдельный один взятый магазин могут все практически предприятия. В том числе будет представлена конкуренция, то есть будет вурнарский мясокомбинат, ядринский мясокомбинат, ваша продукция будет, чебоксарский мясокомбинат, птица будет такая-сякая того производителя. Но это же можно сделать, это же получается все равно, покупатель имеет право выбора, но продукция чувашская. Вот для того, чтобы заключить договор с поставщиком этой продукции, естественно, если это единичный магазин, объемы партии там будут мизерные, понимаете, и расходы, связанные с доставкой этой продукции, с периодичностью доставки, они будут гораздо выше, чем другую сеть, которая имеет возможность закупить большими партиями и большими объемами доставки. Предпринимателю или предприятию? Да и тем и другим. И тем и другим. Конечно. А что же делать тогда? Как же перед... То есть надо договариваться с сетями, чтобы сети покупали нашу местную, реализовывали местную продукцию? Ну, надо этим... Либо магазины органика должны стать сетью, либо, значит, если это затруднительно, значит, то, о чем мы с вами говорили в первой части нашей передачи, это увеличивать на полках продукцию наших производителей. Мы уже очень долго этим вопросом занимаемся. Мы регулярно, не режу, одного раза в месяц точно собираемся со всеми представителями сетей, с товаропроизводителями. Если возникают какие-то конфликтные ситуации или недопонимания, или недоговоренности, я не знаю, или сроки затягиваются заключения контрактов, мы вмешиваемся в этот процесс, пытаемся как бы оптимизировать все эти процессы, чтобы продукция чувашских производителей появилась в наших сетях, в том числе федеральных. Этот проект, о котором мы говорим, он подразумевает, что должны быть, наверное, единообразные стикеры и обязательно должны сигналить. Я произведен в Чувашии, купи меня. Вот здесь как раз надо говорить о том, об акции «Покупай Чувашки». У нас во всех, и в федеральных сетях, и местных, вот это вот стикеры «Покупай Чувашки», они всюду используются. Именно те, которые были разработаны еще несколько лет назад. Сейчас мы их подразумевали немножко, чтобы сказать, да. Вообще эта акция, она, конечно, очень хорошо так это на подкорке где-то записывается, потому что, я говорю, полгода назад я даже не думала смотреть яйца, где произведены, в Оренбурге, там, в Белгороде или в Чувашии. Сейчас целенаправленно выбираю яйца, произведенные в Чувашии. Действительно, может быть, вот это вот постоянное напоминание, оно может сыграть какую-то роль. Ну, даже не только это. Надо обязательно нашим потребителям показать само производство, в каких условиях это производится, какие преимущества этой продукции. Это очень важно. Ну, и очень важно еще вот здесь велика роль средств массовой информации. Повторяюсь, вот в этом проекте, покупая продукцию Чувашских производителей, покупая наши, ты помогаешь бюджету, помогаешь сохранению рабочих мест, модернизации производства. А что такое социальные проекты? Это все вот наши и садики, и там, так сказать, и школы, и все. Вот это очень четко должно быть. Ну, а вообще законы бизнеса, так сказать, любой успешный регион, ведь на чем основывает свое благополучие? Он должен продавать вовне больше, чем завозить. Как бы такой в рамках региона или страны, ну, такой экспорт, если можно так выразиться. То есть, производя, обеспечивать свой регион, чтобы деньги здесь работали максимально, оставались здесь. И желательно еще, чтобы этого было в избытке, чтобы поставлять в другие регионы, чтобы привозить деньги в республику. Вот это очень важно. Чуваш, есть потенциал? Высокая конкуренция между регионами страны, очень высокая. В целом, если взять даже по прошлому году, у нас агропромышленный комплекс, скажем, господдержка составила порядка 2 миллиардов 450 миллионов рублей. Ну, это ряд поддержек. Вот если взять, тоже мы говорили, сейчас логистические центры, чтобы поддержать на хранение. С этого года мы разработали как бы программу, и те сельхозтоваропроизводители, которые строят современные овощехранилища, картофельных хранилища, они могут воспользоваться государственной поддержкой. Это от полной стоимости возмещения порядка 30%. Ну, работа она в этом направлении тоже идет. То есть, логистика, которая может повлиять на своевременность доставки, она у нас развивается? То есть, не все так многое есть? Ну да, мы сегодня говорим, произведенные продукты мы, конечно, должны хранить в современных хранилищах. Вот для этого как раз мы с этого года как бы разработали правила предоставления по возмещению 30% затрат по строительству. Это тоже ощутимая государственная поддержка. Я слышала, что 15 уже овощих хранилищ строится до конца года, они должны быть здесь? Да, они строятся, предоставляют нам все документы, и после этого возмещаются вот эти 30%. То есть, грубо говоря, в начале весны мы не будем есть картошку из Израиля, а будем есть картошку, которая сохранилась здесь, в Чубаксарах, в Чувашии? Ну, у нас в целом, конечно, по республике, вот по производству картофеля, планируем собрать в этом году порядка 633 тысяч тонн. Ну, это мы полностью себя обеспечим, и также реализуются за пределы региона. У нас они имеются, такие хранилища, но мы считаем, что недостаточно, потому что многие фермеры занимаются данным направлением, и считаем, что такие хранилища, они необходимы. Слово фермер услышал? Можно я коротко добавлю? Очень еще одна важная задача, которая, надеюсь, подтолкнет вот эту ситуацию на продовольственном рынке, решение которой подтолкнет, это как-то помочь вот этому процессу, чтобы фермеры все-таки с большей энергетикой какие-то кооперационные связи развивали. Потому что фермер, он как бы индивидуалист по натуре, это нормально, потому что иначе он не был бы фермером, да? Но когда мы говорим о переходе в другой уровень, на другой уровень, значит, обязательно необходима уже кооперация. Разделение труда. Ну, это классика, значит... Образование какое-то нужно тогда еще. Здесь, скорее всего, вот то, что все-таки фермеры у нас рассчитывают только на свои силы. И недоверие, значит, по различным этическим соображениям, я знаю, там, ментальным, знаем хорошо друг друга, там, и так далее. Вот, а это сдерживает, значит, объемы и качество, и логистику, и упаковку, вот это вот. Нужно обязательно переходить другой, так сказать, статусу, на другой уровень. Это тоже не быстро. Я думаю, что, да, вот не было бы, нет, нет, худо без добра, да? Худо то, что эмбарго, добро, это вот то, что может подвигнуть к интеграционным процессам внутри наших сельхозпроизводителей. Завершая разговор, короткий вопрос, короткий ответ. Чуваши обеспечат себе продовольственную безопасность? Сможем прожить без испанских мандаринов, хамона? Как я уже вначале говорил, вот по сельхозпродукции практически чуваши себе обеспечат полностью. Вот пока только говорим о мясе крылья, с которым мы сейчас как бы наращиваем. Ну, по остальным, конечно, здесь говорили вот про мандарины и апельсины. Мы знаем, что они у нас в регионе не растут. Мы полагаем, что те страны, которые попали под эмбарго, значит, есть у нас другие страны, которые сегодня уже завозят, как было сказано, с ЮАР и с других стран. Я бы шире ответил. Чуваши будет обеспечена. Часть за счет своих ресурсов, часть за счет, так сказать, жития в такой великой стране, как Россия. Ну и другим поможем, наверное, человеку. Конечно, конечно. Ольга, как вы считаете? Со своей стороны, молочной продукцией мы обеспечим жителей Чуваши на 100%, причем качественной. Я бы хотела отметить, что мы очень строго будем следить за ситуацией на потребительском рынке. Все органы власти взорко следят за этим. Поэтому, если что-то вдруг пойдет, какой-то негативный процесс, мы, естественно, будем попытаться предпринять соответствующие меры и предопределить вот эти вот негативные явления. Саня Николаевич, прокормите всех нас. Мое мнение такое. Предпринимательское сообщество Чуваши стоит на ногах крепко. Если есть необходимость откуда-то что-то привезти, доставить, произвести, построить, мы к этому уже готовы. Мы это проходили и способны прокормить и республику, и помочь другим регионам, если не будет продуктов хватать. Спасибо, уважаемые гости, за то, что пришли сегодня к нам сюда и ответили, и поговорили на достаточно сложную, актуальную тему. Ну, будем надеяться, что в Новый год мы не останемся без мандаринов и проживем этот год сытно и очень хорошо. Спасибо большое за внимание. До свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.